Летние каникулы, пожалуй, любимая пора большинства школьников. Кто-то проводит время в свое удовольствие, сидит за компьютером или бегает со сверстниками по двору. Те же, кому бездельничать не по душе, находят работу. С каждым годом желающих занять себя на летний период все больше. В официальном трудоустройстве ребятам помогает Центр занятости населения. Здесь гарантированно найдут вакансию для каждого с учетом его пожеланий. Узнать о рабочих местах можно на сайте Центра или посетив его лично. Прийти, посмотреть, какие виды работы, какие у нас предприятия. Мы стараемся размещать эту информацию. Затем обратиться с заявлением сюда, в Центр занятости населения, где ребятам скажут, на каких предприятиях будет организована работа, сколько часов они будут работать, какие виды работ. Вакансии разные. Помощь пожилым людям, ремонт в школах, уборка парков. В этом году список вакансий расширился. Школьники могут ухаживать за домашними животными или работать курьером. Парк Харенка – традиционное для трудящихся ребят место. По будням здесь работают более 50 школьников. Сначала они приходят в 9 часов, все отмечаются, расписываются за приход. Вот мы смотрим. Как бы все детки готовы к работе. Вот должна быть обязательно форма одежды. Вот у них специальная. Дети занимаются благоустройством совместно с администрацией парка. Есть определенный фронт работ на каждый день. Вот. И мы ее выполняем. Дел здесь хватает всем. Начиная от уборки сухих листьев, мусора на пляже и заканчивая мытьем каруселей и скамеек. Саша взял в руки метлу не ради денег. Его волновало, что в городском парке много мусора. И он захотел помочь решить проблему. Зарплату – приятный бонус. Мальчик хочет потратить на новый велосипед. Я здесь раньше часто гулял. Я видел, что здесь очень грязно было. И родители рассказали, что здесь можно поработать, убраться. Ну и потом, ну, я не знал, что сначала здесь деньги зарабатывать можно. Ну и в итоге потом узнал, но я уже работал здесь. Ну и убираюсь просто, ну, чтобы парку помочь. Через год Настя заканчивает школу. В отличие от Саши, она планирует потратить свою первую зарплату не на развлечения, а на более серьезные вещи. Сегодня я выгребала листья вот с этих дорог. И деньги, которые я получу, я бы хотела потратить на свое дальнейшее образование, на подготовку к экзаменам в 11 классе, на свой выпускной, так как это очень дорого. Мне не стыдно заниматься уборкой листьев, потому что здесь не только я, здесь есть мои одноклассники. Трудиться в парке убирать мусор Максим Зазорным тоже не считает. Ему 14, и он пришел работать сюда впервые. Забота об окружающей среде обернулась для школьника новыми знакомствами, в том числе романтическими. Нашел здесь друга и девушку, да. Потому что не только дополнительный заработок, но и знакомлюсь с новыми людьми. Чтобы чище все было, конечно же лучше. Зачем же загрязнять природу? Лучше ее очищать. Трудятся мальчики и девочки в парке по три часа в день. В дождливую погоду на смену не выходят. За месяц работ по благоустройству им заплатят около 4 тысяч рублей. Деньги для многих, пожалуй, не главное. Для ребят трудовой отряд не столько работа, сколько место для отдыха, своеобразный летний ладерь, где можно найти друзей по интересам, а заодно сделать что-то полезное. Максим Серебряков, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.